Доброй ночи. Хочу напомнить, что у нас работает пейджер 97442, абонент программы Гордона, и вопросы свои к нашим гостям можете адресовать на него, но это сразу после рекламы. Кто-то астроном заметил, что мы о монголо-татарской мыге, народ-то, мол, бесписьменный, кочевники, знаем только потому, что враги успели наговорить про монголо-татарскую игу. Что нам известно о Христе из канонических, апокрифических Евангелий, мы более-менее, ну, по крайней мере, широкий круг образованной интеллигенции знают. Как я понимаю, тема нашей сегодняшней беседы, это все-таки, что говорят враги о неком явлении, я пока не называю его ни человеком, ни Богом-человеком, ни Мессией, ни реально существующей личностью, да, о неком явлении, которое именуется в культуре Иисус Христос. Так вот, кто из врагов первым начал говорить? Ну, ты одна врага, это уж слишком такой, ну, как, резкий. Зовем это оппоненты. Оппоненты, противники. Хорошо, давайте оппоненты и противники, если вам так удобнее. Начнем с того, что, вообще, как иудаизм относится к учению о мессии. Что такое мессианство, да, с этого начинается, в общем-то, да? Мессианство в иудаизме? Мессианство в иудаизме. Когда мы рассматриваем вопрос об Иисусе, конечно, необходимо сказать о очень острых мессианских чаяниях в иудаизме, которые существовали в это время, и о различных традициях тоже. И о том, что почему, как бы, индейские оппоненты Иисуса не приняли его притязаний на роль мессии. Почему не приняли? Что ожидали? Какого им мессию ожидали? Ну, может, это покажется, так скажем, слишком лекционно, но хотелось бы напомнить, что термин «мессия» в прямом переводе обозначает «помазанник». То есть, фактически ожидали личность царя-помазанника, или священника-помазанника, или пророка, которого помазал Господь, то есть выделил, как бы, из обыкновенных людей своей властью. Иисус, по каким-то причинам, которые мы, наверное, затронем с Борисом Георгиевичем, не подошел ни под одну из этих категорий, с точки зрения иудеев. И именно поэтому они сформировали свои собственные традиции о его мессианских притязаниях, которые сложились на фоне опровержения уже существующих христианских традиций. И все-таки почему не приняли конкретно, что не понравилось тем и тамошним, и аравийным? Не знаю, согласятся ли со мной слушатели, но, по-моему, первый вопрос был национальный, вопрос всех временных народов. Мне кажется, галиянин. Да, то, что Иисус был из Галилея, по языческой провинции, сравнительно недавно обращенной в иудаизм. Да, хотя сейчас Галилея считается чуть ли не религиозным центром современного Израиля. Ну, с 4 века она где-то стала. Да, с 4 века. Но тогда она пользовалась очень плохой славой среди, особенно, фарисейских раввинов, поскольку считала, что галиянине соблюдают Торы, что они потомки ханаанских племен, то есть нечистокровные. И из Галилеи приходит пророк. Вот главный край. То есть не понравилось его галилейское происхождение, то, что он был чужой в Иерусалиме. И в Иерусалиме. Да, даже неполноценные иудеи, иудеи неполноценные. И потом галилеян считали, как бы подозревали в постоянной ритуальной нечистоплотности, что они постоянно нарушали какие-то законы о ритуальной чистоте, что они не могли очищаться, как, скажем, иудеи Иерусалима, очищаться просто благодаря своей близости к иерусалимскому храму. И, соответственно, считали, что это люди, которые, так скажем, с точки зрения иудейских законов, нечисты. Ну, все равно, наверное, как и в Индии, считаются нечистыми представители касты неприкасаемых. Хотя там, может быть, более жесткие ограничения на общение с ними действуют. Ну, и второй пункт, видимо, потому что Иисус часто нарушал фарисейские законы о субботе, опять-таки о ритуальной чистоте. Ну, фарисеи-то были не во главе тогда государства. Там и садукеи стояли, да и вообще в это время садукеи стояли на половине, чуть больше садукеи. Они вообще... Судик деянием апостолов именно так, да, где-то половина на половину. Ну, хорошо, как тут объяснить. Но духовный авторитет фарисеев, если верить, во всяком случае, Флавию, был гораздо выше, чем садукеиский духовный авторитет. Да и об этом, кстати, действует то, что они уцелели. Их движение уцелело. Уденизм, он же фарисейский. Вот там, атоматический иудеизм, он взял, и течет, и это фарисеев. Совершенно верно. Если учитывать полемику Иисуса, в основном полемика с фарисеями идет, значит, влияние. И садукеями тоже есть. Поверьте, фарисеи на втором месте садукеями. Понимаете, фарисеи, как бы, садукеи в основном сосредотачивались в Иерусалиме, потому что центр их влияния это Иерусалимский храм. Ведь садукеи это фактически жречество Иерусалимское. А фарисеи это... Первосвященник садукеи. Ну, первосвященник садукеи. Да, первосвященническая династия, вся, первосвященник Анны, да, известного Каиафа и дальше, это садукеи. А фарисеи это, в принципе, рядовые жители той же иудеи, Галилеи... Говорят, средний слой такой. Да, средний класский употребляет современный термин. Все-таки не визилоты, не визилоты, не визилоты, легальная как группа. Иисусу в своих проповедях в Галилее гораздо легче было столкнуться с фарисеями, чем садукеями. Для того, чтобы поспорить садукеями, ему пришлось прийти в Иерусалим. И все-таки первое происхождение. Не понравилось, да. Не понравилось галилейского происхождения. Был бы и иусульмянином, был бы и иудеем, было бы больше шансов. Больше шансов было. Так, что второе не понравилось? Противоречие постоянной с фарисеями, которые все-таки были тогда наиболее популярными. А в чем противоречие было? Не соблюдал субботу, да? Не соблюдал именно... Не соблюдал, если быть корректным, не соблюдал фарисейские предписания о соблюдении субботы. Ведь вот как бы, извините, в Торе ничего не сказано о том, что нельзя растирать колосси руками. Нет такого. А в Салмоне, в Торе, которую проповедовали фарисеи, которая потом была оформлена как-то омут, это было прописано. Не руками, а тремя пальцами только можно растирать. Но среди фарисеев тоже находились раввины, учителя, которые не очень-то ратовали за срогое соблюдение субботних запретов, правил. Были такие... Правильно. Но они были раввины, да? То есть люди, прошедшие определенную школу, которые могли похвастаться. Третий момент. Он был не раввин, он не прошел определенную школу, он какой-то был казался и чужим еще и по стилю своего поведения. Это, кстати, в Ивановых это видно. Да. Мы возьмем, скажем, того же Павла, который в случае чего, как говорится, каких-то нападок все время упоминал, что он сидел у ног самого Гамалиева и учился. Момент. И его оппоненты должны были замолкнуть после этого. И возьмем Иисуса, который, во всяком случае, не заявлял о том, что у него был кто-то из популярных фарисейских учителей, наставников. Откуда он знает Евангелие, не учившись, да, Иван, читаем? Да. Там мысль такая проводится, что он знает как Бог. Но само по себе обмолвка замечательная, но не учившись. Он не проходил ни шиво, не проходил школу. Он был для них чужой. Может, это было и плохо, что он не был скован рамками. Но он ввел себя свободно, у него притчи, это просто шедевры до сих пор. Ну, а все, а я не знаю. А почему? Судили? Вот. Вот. Они никто не признали его своим. Но все это непризнание, оно оформилось гораздо позже, чем... Скорее всего, это было локальное событие. Скорее всего, незамечено, в общем, хотя есть возражения, да? Это было достаточно локальное событие. Никто же не знал, что это маленькая группа верующих, потом секта, значит, оформится в могущественную религию, иудаизм этого не прозревал. Какой его еще, по сути? Значит, документов мало осталось. Кроме Ивановича, у нас очень мало источников по жизни Иисуса Христа. Кроме Ивановича. Это основные источники. Буквально основные крупицы. Скорее всего, это было локальное событие, и интерес к этой фигуре появился позднее, в иудаизме же. И вот эта запись относится к Элязар бен Дама, а в втором случае, в втором фрагменте, похожем на него, выступает другой уровень, Элязар бен Веркана, знаменитый. Они жили где-то в конце первого века, в начале второго. То есть, вот этот Яковский фарсикамин мог быть учеником, непосредственно видевшим своего учителя. И, скорее всего, речь, конечно, идет... Можно поверить, что речь идет об этом самом Иисусе, которого мы и знаем по Евангелиям. Почему? Местность Сепфорис, да? Это Галилея. Да. Имя, Иешу. Ну, были, конечно, много Иисусов. Иисус, конечно, их странил. Но еще намного. Галилея, Иешу, да? Лечили его именем. Лечили его именем. И его именем. А мы знаем из геяния апостолов, да? Канонических. Там именно апостолов лечили именем своего Иисуса Христа. Очень-очень похоже, да? Пожалуй, что и речь идет о нем. Это самое ранее упоминание, о последствиях мы скажем. Но все-таки это конец первого века. Конец первого века, начало второго. Да, то есть это время создания Евангелия, по сути дела. Да. Это независимое, какие-то независимые сообщения. Независимые христианские традиции к нам пришли. Что за ними стоит, это отдельный разговор. Но мы здесь имеем не христианскую традицию. А что было дальше? Сложение, окончание, ну это все по льду-то и шу, в конце концов, появился. Сначала это существовало в форме устных традиций, которые, видимо, передавались как бы из поколения в поколение. И потом уже были собраны и оформлены вот как единое антихристианское писание. Ну, где-то уже примерно в 12 веку мы в Иудаизме находим уже полновесное такое, да, развернутое жизнеописание Иисуса Христа. То есть история зачатия, рождения, дияния и смерти. Да, обычно называется Тольдот Иишу, то есть родословие Иисуса, по первым словам, значит, там, вот, и Матфея начинает, да, родословие Иисуса Христа. Нет ли какой-то отсылки на Матфея, тут заимствования. Достаточно развернутое. Это он стиль, конечно, Евангелия, там, построения. Напомните мне, я ошибаюсь или нет, что Евангелие от Матфея – это единственное Евангелие, которое написано на арамейском языке, или нет? Ну, есть такое замечание у Отцов Церкви, что впервые Евангелие от Матфея было написано по-арамейски. А потом его, ну, это Евангелие от Матфея, которое мы имеем сейчас, ну, вряд ли имело, хотя пытаются доказать ее. Нет, просто если в заглавии вынесены первые строки Евангелия именно от Матфея, то вполне вероятно, что она существовала. Ну, это не распространенная фраза. Она случалась в Ветхом Завете неоднократно. Родословие, Исаака, и пошло дело. Она неократно. Это Матфей зависимого от Ветхого Завета. И источники тех, кто сочинял Томбедов и Шум, были не Матфеи, а вот Ветхий Завет. Нет, таймерский пример. У них были общие истоки. А непосредственно Матфею вряд ли. Хотя они не поздно. Ну, я тут не совсем согласна. Наверное, все-таки они хотели, как бы, контр-традиции, поэтому могли апеллировать к Матфею. Какая дорога. Значит, двоиточек. От кого он произошел, да? Это разумнее, если это критика. Что первый путь сразу разбить. Да, разумеется. Это результат полемики, несомненно. И многим ученым казалось, что это вообще появилось где-то в 10-м, 19-м веке в Европе. Как сочинение европейских евреев, как результат гонения возложивших в это время на еврейскую общину. Со стороны христиан. Со стороны христианства, христианские правительства. Но потом им вывелись фрагменты этого же, фрагменты вот этого Дота-Ишу, Каирской генизии, относимые к 5-му веку. А это уже там мудическая эпоха. И они имеют явно палестинское происхождение, а не европейское. Хотя многие христианские знакомства просто обнаруживают с этим. Причем христианские... Можно, извините, если я так обобщаю, и можно достаточно грубо. Можно утверждать, исходя из вышесказанного, что и христианские литературные традиции, и антихристианские начинались практически в одно и то же время. Можно. Конец первого, начало второго. Я думаю, действие рождает противодействие. Это естественно. Да. Началась проповедь, началось опровержение. Ничего в этом природе не бывает. Всякое действие рождает противодействие. Если есть проповедь, завтра ждите. Если говорит кто-то, что зачат от Духа Святого и является Богом, завтра будет говорить, что зачат от гнудицей будет злодней. И не то, что Богом не является, но является величайшим злоденцем. Так вот, все-таки, да, если к самым ранним текстам обращаться, что мы узнаем об Иисусе от критиков? А можно все-таки пойти обратно? Пожалуйста. Мы посвятим сюжет, а что хотели сказать? Какая была контр-версия? И потом мы были источники. И вернемся ближе к источникам. Ну, это довольно пространное произведение. Вот, гео первых же слов обвиняется, то есть выдвигается претензией или как бы обвиняется и шут в том, что он незаконорожен. Он вообще называется по этому, по всему тексту, как мамзер. То есть безуродный, незаконороженный. А его последователи, отчипенцы. Отчипенцы, они наши, вот, предательные. Идет сразу же версия его порочного зачатия. В чем они были уверены. Если человек порочный зачат, если он незаконорожен, не в браке, то он за этим должен быть злодей. То есть прямая антикетеза непорочного зачатия. Видится здесь именно антикетеза. Я хотел добавить, что, в общем, версия о порочном зачатии, так скажем, отягощенная. То есть мало было того, что сказать, что он был зачат вне брака, в результате прелюбодеяния, но еще там зачат во время месячных, когда были запрещены, строго табуированы все сексуальные контакты. И, как бы, зачат в субботний день, что само по себе тоже, естественно, строго табуировалось. Все гройное нарушили, там даже больше. Как бы не осталось ни единого шанса, что от такого зачатия мог родиться пророк или мессия. Не говоря уж о царе. Да, вот тут никаких шансов не оставлять. Это все понятно. Кто он? Все понятно. Равинин. И чтобы обращать внимание, что это Ишу, точно евреи не отрицают, да, Равинник, кто сочинял, кто это создавал, они не отрицают его способности. Он в свое решение совершал чудеса, и это не отрицается. Но они были результатом колдовства, были злыми чудесами, понесли вред Израилю. Но он не отрицает его магическую силу. Правда, есть своя версия, как он овладел этой магической силой. История с похищением. История с похищением с запретного тайного имени Бога. Который, условно... Это детективная история. Да, достаточно подробно описывается, как какие-то ровными способами он смог похитить это имя. Очевидно, не имя, а знание правильного произношения. Транскрипцию. Кто овладевает знанием и транскрипцией, правильным произношением, то становится человеком всемогущим, может творить чудеса. Вот, собственно говоря, этим способом он и творит чудеса. Он, если ты, на вы это, что хочет, то и творит. Он привлекает к себе отщепенцев и убеждает всех, что он действительно... Причем он набор этих чудес, он частью взят из апокрифов христианского... Да, то, что он, скажем, лепит его ровнёв. Частью аналогической литературы. Вообще весь стальдот Иишу, вот, как его называют, антиевангелемый, он такой... Это часть агогической литературы. Агога – это рассказ, сказания, притча по-еврейски. Это вот фольклорные рассказы среди евреев часто привязывались к Иисусу. В ходе отдавили свое время, говорили одно время, что летал в Алам, да? Или здесь появляется такая рассказ, что взлетает в воздух, ходит по воде, там плавает на скорлупе ореховой, вот такие даже моменты. Ну, кое-что, кое-какие чудеса, конечно, были заимствованы из Евангелия. Воскресение мёртвого, опять-таки, опять-таки. Она как бы подпитывалась из-за гадических преданий о Моисеи, например. Что мы ещё узнаём из антиевангелем? Значит, ну, вот, что похищает имя, и с помощью знания, правильного произношения имя Бога, что вообще, как бы, где-то с ингендрением, да, в тракте написано, кто произносит имя Божье и буквами Его, тот не имеет удела будущей жизни. То есть он уже заранее, тем, кто даже что знает, он обречён, и каждый слушатель, а в интернет-решу, всё-таки, рассчитан, мне кажется, на внутреннее потребление Бога. Хотя они уже знали христианские авторы. Кстати, это тяжелейшее преступление было, произносить им тайное имя Бога буквами. То есть оно каралось не только тем, что человек терял удел в будущем мире. Это, как бы, с нашей точки, ну, как бы, с нашей позиции, это тяжелейшее уголовное преступление, которое каралось смертью. Причём не просто смертью, а по иудейским законам, побиением камнями с последующим распятием. Потому что иудейские законы предусматривали, что богохульник должен быть побит камнями, после чего его тело должно быть повешено на дереве. Вот тут уже существует свой взгляд и на казнь Иисуса. Иисус. Залегается достаточно похожее, но всё-таки имеется свои отличия. Версия от евангельских. Нельзя сказать, что прямо использованные, переделанные страсти Христовы, описанные в Евангелиях. Но что-то такое есть, своя традиция. Во-первых, его не распинают, а вешают. Вот сначала пытались повесить на дереве, но он, как колдун заговорил, все деревья в мире, и его ни одно дерево не принимало, то есть ломалось. И вот повели к другому, оно тоже ломалось. И вот рейтинг он тоже ломалось. И расчиряется родители, не зная, что делать. Находится какой-то умный юросоюзлянин, мудрец, говорит, так вы его на дереве вешаете. Он же заговорился, надо его повесить. У меня в огороде стоит капустная кочерушка. Осталась он капуста. Огромный размер. Огромный размер. И он может повесить. Полно подходящий. Идет, да, ремарка, а капуста ведь не дерево, а овощ. А он не успел заговорить, и тут-то он и просчитался. Хотя непонятно, макировка. А что ему мешало? Нет, я тут хотела бы что-то вставить. Во-первых, что касается повесить или распять. Во многих иудейских текстах говорится повешивание, и тут же после этого говорится распятие. То есть вполне возможно, что имелось в виду одна и та же казнь. То есть что мы, скажем, в Торе приводится рассказ о Иисусе Навине, который повесил на дереве царя Гайского. Повесил живьем, потому что дальше говорится, что труп его через какое-то время был снят с дерева. К вечеру он умер, и к вечеру его труп был снят с дерева. Ну, понятно, что при обычной казни через повешивание вряд ли понадобится целый день, чтобы человек умер от этого. Что касается второго момента о заговоренных деревьях. С моей точки зрения, вот это как раз элемент, который... И тут идет подпитка из Агады. Дело в том, что в Агаде было предание восходящей книге Исфирь. А злодей Амани, который хотел погубить еврейский народ, и который также был приговорен к повешиванию или к распятию. Это опять-таки зависит от того, какой смысл укладывали автор. Да, к подвешиванию. И он тоже пошел, и не то чтобы заговорил, он стал жаловаться деревьям на свою жизнь, на свою судьбу, вернее, горькую. И после этого деревья стали отказываться принимать его тело. Правда, не сочувствие к Аману, а потому что они не хотели быть опозоренным тем, что на нем бы повесили такого злодея. Такая мощная струя язычества доходит до 15 века. Ничего язычества, это не Аману-то у еврейских струй? Нет, я имею в виду отношение к деревьям и к одушевлению деревьев, к воле деревьев. Да, вот. И, соответственно, тоже все деревья начинают отказываться, и соглашается, в конце концов, только один кедр. Ну, причина согласия кедра остается неясной, но вот это, по-моему, общий момент между Тайдотом и этим агодическим преданием. То ли заговор, то ли уговор деревьев, чтобы они не принимали тело. Есть проблема, наверное, есть. Несомненно, за ним. И тем более, что действительно, антихристиански настроенным иудеям было очень легко сблизить образы Иисуса и Амана. То есть это два как бы губителя народа. Один, который хотел востребить еврейский народ физически, то есть устроить на него гонение, и второй, который хотел его востребить, лишив удела в будущем мире. То есть, как говорил один из патриархов иудейских, сбив Израиль с пути. Частая фраза в том мнении. Тот самый Иешу, который сбил, сбивал Израиль с пути. И, наконец, его воскресение из мертвых. Нет, я бы еще, честно говоря, хотела бы поговорить о чем. Это о погребении. Ну, вот это... А, и воскресение. Да. Значит, и вот... Сейчас, можно я повешу на погребение немножко, да? Вот, то есть вопрос о погребении был тоже очень важен для христиан, об обстоятельствах погребения Иисуса. Ну, конечно. Потому что понятно, что Мессия, Сын Божий, должен был быть погребен со всеми соблюдениями всех иудейских традиций. И все четыре Евангелия канонических, как бы, акцентируют внимание на том, что он был погребен, ну, особенно Евангелие Таана, умощенный, был погребен в новой гробнице, в которой еще никто не лежал до него. До наступления субботнего дня. Да, до наступления субботнего дня. Что касается антихристианской традиции, естественно, ничего такого нет у них. То есть... Обычная гробница для преступников. Естественно, ни слова о том, что его кто-то умощал или оплакивал перед этим вообще. Иудейским законом оплакивать распятых преступников было запрещено даже в ближайшем родственнике. Это нормальные нормальные процедуры. Но если бы мы в Евангелиях не видели специальное указание на участие Иосифа Армафейского, мы могли бы прямо заподозрить, что здесь не точность Евангелия. Преступников полагалось в общую яму. По-моему, у Марка очень точно отражена традиция, в соответствии с которой Иисусы, в общем, хоронили без умащивания и без особых обрядов. Его могли бы вообще... Да. Полагалось в общую яму, да? А только вмешать с Иосифа Армафейского... Он полагал, можно было еще действительно в пещеру и завалив камнем. Потому что, скажем, Иисус Новин похоронил пять палестинских царей, которых он сразил в битве, именно таким образом. То есть, которых, извините, он захватил в плен, а потом уже, опять-таки, повесил или распял. Когда они умерли, он велел их тела сложить в пещере и завалить камнем. То есть, такой очень как бы примитивный обряд погребения, который рассчитан был именно для врагов. Естественно, он не мог питать к своим врагам на таких теплых чувствах. А что говорится о причинах казни? Тогда-то и что, да? Ну, вот, причины казни, что же сбивалось, заразить с пути. Он является врагом. А как происходило, теперь подходим к концу. Это достаточно пространное произведение, вы бы обрели в основные моменты. Теперь проблема погребения и воскресения. Нет, казнили римляне его, или... И вот, кстати, исключительно интересный момент, особенно сейчас, когда очень частое опровержение того, что Синедрион участвовал как-то в осуждении Иисуса, в Тальдоте Иишу вообще не упоминается о какой-либо роли римлян. То есть, вся заслуга в преследовании и казни богохульника из Назареты, как его называли... И там Елена царица упоминается. Она как-то фигурирует, непонятно, какая Елена. Она там колеблющаяся фигура. Правильно? Она как правительница. Но я не осуждаю чисто равническое... Но главное, что Елена там занимает двойственную позицию. Она то склоняется на сторону Иисуса, то прислушивается к иудейским мудрецам. И, в общем, сложно понять, кому она больше симпатизирует. В конце концов, как бы, иудейские мудрецы, несмотря на ее вот такие колебания, берут вверх, сами приговаривают Иисуса к смерти и сами, как бы, распинают его. Тут, наверное, надо сказать, что, как уже отразилась Евангелие от Матфея, в Тальдоте Иишу тоже отражается традиция о том, что, конечно, Иисус не воскрес, а тело его было похищено учениками, которые затем пустили слух о его воскресении. И поэтому, собственно, драматургия такова, что вот Иисус умирает на кресте, его хоронят как преступника, после чего его тело исчезает. Царица Елена в возмущении говорит, он воскрес, он вознесся на небо, вы заставили меня убить великого пророка. И грозит всем иудейским мудрецам смерть. И в Израиле начинается паника, потому что ищут тело Иисуса. И вот как раз Иуда Искариот является тем человеком, который указывает иудеям, где очепенцы, как называли учеников Иисуса, спрятали тело. Его извлекают, находят и привязывают к ослу или просто волокутно по улицам Иерусалима. Все очепенцы в Израиле векуют, а очепенцы были посрамлены. И на этом заканчивается. Так, тут и что. Хотя, имеется в том, несколько предложений про апостольскую историю. Но вот, и что касается Иисуса, здесь это... Очень интересна эта традиция, конечно, про то, что тело Иисуса, мертвое тело Иисуса, якобы влегли по дорогам Иерусалима и потом, по-видимому, бросили без погребения. Потому что в Тальдоте ничего не говорится. Но вот они его волощили. Все там ликовали, очепенцы рыдали. Что было дальше с телом Иисуса, непонятно. Но вряд ли они его погребли вторично. То есть бросили на место. А дело в том, что, да, в одном из христианских апокрифов, датируемых приблизительно 2-3 веком нашей эры, а именно в апокрифических деяниях апостола Филиппа, описывается, как апостол Филипп плыл на корабле. И тут же на корабле был иудей, неверующий в Христа. И когда апостол стал взывать к имени своего учителя, этот иудей, как там сказано, в душе хулил Христа и говорил, воздаст тогда Бог тебе и твоему мессию, имя которого ты выкликаешь. Ведь мессия твоя давно лег пылью на улицах Иерусалимских. Датировать надо вот это вот. Когда этот апокриф можно датировать? В каком времени? Вот Хенке его датирует, то есть один из исследователей, очень крупный, датирует его достаточно ранним временем. Каким? Первый, второй, второй? Третий. Третий век. Да. Достаточно ранний. У Иоанна, в его описании погребения, обстоятельств погребения Иисуса, вдруг появляются элементы, которых нет у первых трех евангелистов. Пять-таки появляется сад. Почему-то Иисус у него погребен в саду, а не как у первых трех евангелистов где-то в пещере. Появляется неожиданно образ садовника. Ну там, скажем, садовник это воскрешный суток. Зачем этот образ садовника? Не могло ли быть, нельзя ли предположить, что это как раз своего рода ответ на эти иудейские традиции, появившиеся, о том, что садовник некий нашел тело мертвого Иисуса и отдал его обратно иудеям. Что интересно предположить, значит, уже в конце первого века циркулировала такая века. В каком виде она циркулировала, тут уже интересный вопрос. Вы знаете, есть еще один интересный момент, который может служить, наверное, подтверждением этой теории. Дело в том, что один из крупных христианских теологов, Тертулиан, в конце второго века, тоже писал, ввел в один из своих трактатов образ этого садовника, явно настроенного против Иисуса. Тертулиан написал трактат о зрелищах, в котором призывал христиан не посещать языческие зрелища, типа там ипподрома или цирка. И в качестве утешения писал, что зато вы будете иметь возможность потом видеть такие зрелища, как Иисуса в славе и силе, увидеть того, кого враги называли самаритянином, били розгой и поили уксусом, и того, чего тело якобы оттащил некий садовник, чтобы пришедшие не топтали его грядки. Естественно, этот образ садовника, оттащившего тело Иисуса, не из христианских писаний. Конечно, он не мог это ни выдумать, он воспользовался известными ему сказаниями. Вот и устные, может быть, еще не было записи. Наверное, устные. Потому что вряд ли стоит ожидать, что сказания об Иисусе получили письменную форму раньше, чем был записан весь Талмуд. Наверное. В последнюю очередь записали. Ну вот в таком виде мы видим, существует нескольких версий, кто идет и ушел. Есть более пространная, так называемая, есть более короткая, сразбургская рука, письменная страница в городе, сразбурга. Есть более пространная. Писался в основном на иврите, редко реже на идише. На европейских языках мы не видим ни одного перевода. В середневеках, как и омире, до нового времени. Теперь поговорим об источниках. Прежде чем говорить об источниках, все-таки вы затронули вопросы об адресатах, да? Кому было адресовано это? Скорее всего, я думаю, хотя все, все можно на ней согласиться, это было для внутреннего пользования. Это была сведо Ишива, Синагога, где распространялась такая версия среди своих, что спасти свою стадо, спасти свою общину. Для этого надо предполагать, что христианская проповедь в иудейской среде... Уграла, да, раздражала. Раздражала. То есть... Ну, наверное, стало особенно раздражать, когда иудеям было запрещено усилиться в Христине. Вообще, христиане пришли в Христиане. И волей-неволей пришлось как бы расселиться в городах Малой Азии, в Риме и так далее. Естественно, там они все время сталкивались с христианской проповедью. И, конечно, должны были как-то отвечать на это. Я бы не сказал там особо обижаться и обвинять евреев на то, что вы думали такие сказки, да, и ценность, которая историческая, малая и малая. Это был, в смысле, это ответ, это была реакция на те же самые христианские давления. А сколько было сочинений христианских, напомним, в пути евреев, там такое чушь у них. Ну, надо сказать, и оси на голове поклоняются и как только не оскорбляли веру. И каким-то занимаются кровоприносят жертвым младенцам. Вот такие даже ушли. Да, греческих младенцам. И обе стороны вели себя доставлено в этой полейнике некрасиво. Некорректно. 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 Не отличались. Ну, собственно говоря, это было тогдашнее настроение. Ну, кстати, вот, по-моему, как раз Тальдот и Ешу отразил одну из нападок христиан на иудаизм. Вот там рассказывается о том, как и Ешу, Иисус, еще будучи юношей, ну, что называется, посранил иудейских раввинов. То есть, он сказал им, что есть пророк, который выше Моисея, а Моисей же для иудеев был действительно великим учителем, непревзойденным учителем. Иудаизмом. Вот. И в качестве этого пророка он представил никого иного, как тестья Моисея, Мадиамитянского жреца Иофора. Ну, Иофора в Торе личность вполне симпатичная, и в Агаде тоже, как бы, да, все признают, что он, на самом деле, склонялся к единому Богу и был, так скажем, одним из образцовых празелитов, но, тем не менее, он язычник по своему происхождению. И он, если и перешел в иудаизм, то уже на самом склоне лет. Поставить его выше Моисея, это было для иудеев ну, огромным, ну, чрезвычайным оскорблением. Оскорблением, да. А у христиан эта тенденция наблюдалась во II веке. Они пытались принизить авторитет Моисея хотя бы до того, чтобы он, как бы, не был фигурой, конкурирующей с Иисусом. То есть им надо было доказать, что Иисус, на самом деле, гораздо выше его. А выдвигали Афору? Вы выдвигали вот это Афору христиане? Или они просто принижали Моисея? Понимаете, вот в качестве христианских писаний я не встречал, что они выдвигали Афору. Зато они выдвигали Иисуса сновина в качестве противовеса Моисею, что вот Моисей не вошел в землю обетованную, а вот Иисус сновин вошел. И он истинный освободитель оказался иудеев, а не Моисей. Потому что, ну, как бы, если грубо переложить то, что писал, там, скажем, Иустина или Тертулиан, смысл такой. Вывести из Египта мог каждый. А вот ввести в землю обетованную и создать там царство, покорив языческие народы, прогнав их, это дело, как бы, куда более сложного порядка. Значит, перебросы очень сложненько. Значит, ну, очевидно, видно, что это льдот Иишо сложен, как минимум три пласта наблюдается, откуда черпалось. Это сама христианская проповедь. Ее переделывали в рейсовом ключе своим знаком, плюсом, минусом. Это очевидно во многих случаях. Второй источник – это годическая литература, сказания, ходячие сюжеты, которые больше про других-то были, и не про Иишо, и не про Иисуса, а привязывались к ним. Хотелось, чтобы они тут компоновались. И третье, наверное, самое интересное. Это, в общем-то, каждый рассказчик будет, что говорит правду. Он же ничего не сочиняет. Он только дополняет учения отцов. Это все есть в наших отцах. Это есть там логическая литература более раннего времени. Это есть в Мишне, ну, Мишне нету. В Тасевте, в Иерусалимском Талмуде, и все ссылались на эти фрагменты, где идет речь о Иишу, Ден-Пантире. Ну, кстати, я хотела бы добавить, что, видимо, не случайно его образ Иисуса стали ближать с пророком Валаамом или Белиамом, потому что это как раз главный оппонент Моисея в Торе. Да, абсолютно. Это человек, который по Годе хотел погубить младенца Моисея и, собственно, уговорил фараона начать избиение еврейских младенцев. И это человек, который затем пытался наслать проклятие на иудейский народ. То есть, если в каноническом тексте Торы образ пророка Валаама, так скажем, можно охарактеризовать как плюс-минус, то есть непонятный языческий пророк, который хотел наслать проклятие, наслал благословение, то в Годе он трактуется однозначно как сугубо отрицательный образ. Ну, поэтому, если учесть, что действительно христиане хотели принятить все время образ Моисея и противопоставить ему Иисусу, неудивительно, что Иисус приобрел какие-то черты Валааму при этом. А что можно еще сказать? Что они еще находят? Что еще находят? Значит, мы должны различать слои в Талмуде с точки зрения исторической достоверности. Более ранние, где не была отыгощена полемикой, они представляют бывшую историческую ценность. Впоследствии вот все эти махинации, буквально связывания различных персонажей явно из другого времени. Вот история с, значит, незаконорожденностью, да, значит, совращением Марии, значит, любовником у нее там был, да, а это был эпизод такой в Иерусалимском Талмуде, где Рави Акиба... Там от разных раввинов на самом деле возводится традиция. Да, значит, встречает Мамзира на улице, почему он понял, что это Мамзира, то есть незаконорожденностью, потому что он не поклонился раввинам, значит, не проявил, так сказать, должное почтение, вел себя заносчиво, они решили следовать это дело, пошли к его матери, строго допросили, она призналась, что она был в войне месячных, и вот эта вся, да, история о Рави Акибе, Рави Акибе, это жил, мы, как говорили, в конце первого, начале второго, это Ян другого времени, Ян там другой персонаж, она была связана впоследствии, по Лавиловскому Талмуде уже была связана с непосредственностью Иешуа Бен Пантира. И эта вся история появляется, когда тот Иешуа прям идет, значит, вот этот вот любовник, он и есть Пантира. Ну, кстати, опять-таки, затронули интересный вопрос, незначай про появление в Талмудических рассказах об Иисусе таких персонажей, как Равина Иосифа Бен Акиба и еще двух его учителей, Иешуа Бен Ханани и Лизер Бен Герканас. Поразительно на самом деле то, что все эти три персонажа жили, ну, по крайней мере, через пятьдесят, а может... Ну, больше. Ахимная деятельность там семьдесят лет даже отделяется. Да, после смерти Иисуса. И тем не менее, традиция связывает их с основателем христианского учения. Иосиф Бен Акиба погиб в 135 году. В войне с ревнами. До этого признал Мессии, Барбом. Хотя по традиции ему было 120 лет, когда он погиб, но 120 лет это такой возраст, как бы сакральный. Вполне возможно, что ему было меньше. Просто действительно, значит, святой человек считался... То есть, долгожитель считался святым человеком. Значит... Приходим к самому интересному вопросу. А вот толмудический, уходная, есть что-то историческое? Можно говорить, что там что-то есть более-менее оригинальное, независимо от полемики, идущей с первого века? Да, вы так просто упираете на тему историзма, что в противовес толмудической традиции, да, вам традиция христианская кажется вполне исторической, ну, скажем так... Я хотела бы сказать, что и сами Евангелие, так скажем, чем дальше, тем больше становится тоже результатом полемики. То есть, если мы посмотрим, скажем, самые ранние Евангелия от Марка, это одно дело. Если мы посмотрим Евангелие от Матфея, которое, по мнению исследователей, было написано, создано уже позже, мы увидим там, как бы, некоторые элементы полемики. А в других документах, скажем, в посланиях Павла прослеживается как-то эта полемика? Вот, что касается непосредственно биографии, он, Павел, как-то не очень касается биографии Иисуса Христа. Мне всегда казалось, что Павел не очень интересовался земной жизнью Иисуса. Его проповедь сконцентрирована на том, что он воскрес. И все. И спасительный момент. В одном месте поминает там, что, значит, слова его приводят, в другом месте говорят, что, сколько там видел сторонников, и личность не встречалась там. А, собственно, жизнь Иисуса Христа Павла не интересовала. Ну, это естественно, потому что Павел-то как бы не видел его при жизни, в отличие от апостолов. Поэтому, конечно... Ну, он, может, не интересовался, но должен был интересоваться. Но он был личностью другого плана. У него была настоящая задача. Ну, он был личностью другого плана. И потом все свои, как бы, свой авторитет апостольский, он на чем стрелял? На том, что ему Иисус явился уже после смерти, как одному из избранных. То есть люди, которые продолжают считать Иисуса и соблазнителем, и раскольником, и, так скажем, областителем народа. Но надо отдать должное, что действительно, даже в их воззрениях он отступает как бы на второй план. То есть роль главного злодея, Евгения Зла, отводится традиционно Павлу теперь. Потому что, видимо, пришло понимание, что действительно, христианство бы не стало тем, чем оно стало, не получи, оно такого проповедника, как Павел. Действительно, Иисус умер рано, и остальные его ученики были слишком сконцентрированы на проповеди к Иудеям, которая оказалась неудачной. Языками, как писал, извинительно, Павел не владели, в отличие от Павла, который владел и греческим, и латвии. Образованно лично. Да. Вот так образованно, да еще, да еще с такой энергией. С такой энергией, они его бьют, он встает и идет. Встает и идет и проповедует. Это империя в империю создал. И, кстати, в отличие от Иисуса, не охваченный вот именно этой страстью к самопожертвованию, желанием пострадать. Достаточно осторожно, хотя его били, да, вот быстренько на суде, сзади он вспомнил о римском гражданстве. И о том, что можно поссорить фресисту. Да, поссорился. Он достаточно был очень ерткий, аккуратный. Когда он жил опасность, он не лез, так сказать, на крест. Павел действительно, как бы, человек увлекающийся, он мог зайти далеко, но он в какой-то момент чувствовал, что так, стоп, еще шаг, и будет плохо. Будет плохо всем. Да. И он делал в этот момент шаг назад, то ли апеллируя к римскому кесарю, как бы требуя суда кесаря, то ли апеллируя к своим якобы собратьям-фарисеям, которые уже, конечно, не могли быть ему собратьями, но от которых он ждал защиты в Синедрионе. Ну, короче, он вел себя совершенно не как его учителю. Да, всем бы идея такого комиссара, как Павел. Ну, да, это был... Всем бы религию. Это подарок. Вот у нас стало христианство. Ну, что тут скрывать? Вот так оно.